26 апреля на западном побережье Республики Крым состоялся первый турнир по футболу на Кубок Германа Зонина, Кубок Единства. Этот массовый праздник футбола, по словам его организаторов, посвящен 70-й годовщине освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны и началу новой истории Крыма в составе России. 16 детских, юношеских и ветеранских команд из четырех районов Республики Крым, каждый в своей группе, боролись на стадионе поселка Черноморское за главный приз турнира – Кубок Патриарха Советского и Российского футбола Германа Семеновича Зонина. Как проходила организация турнира? Организация турнира проходила, скажем так, очень спокойно. Мы уже опытные в этом деле, уже не один турнир провели, поэтому помогала и администрация поселка, и райгосадминистрация. Все шли навстречу, особенно инициаторы этого турнира – это Российский союз ветеранов. Они были инициаторами, вышли на нас, предложили провести такой турнир. И у нас, я думаю, все удалось. Сейчас проходят эти матчи, поэтому все хорошо. Перспективы этого турнира таковы, что, в принципе, мы планируем теперь в дальнейшем, может быть, даже увеличить состав участников, то есть немножко расшириться. Посмотрим, как оно сегодня у нас все пойдет. Пообщаемся с нашими гостями, с футболистами, которые приехали. Учтем их мнение, что они, может быть, хотели бы еще. Я думаю, что будем каждый год проводить в это время, там плюс-минус. Может быть, немножко ближе к лету, чтобы участники могли в боре покупаться. Будем каждый год проводить, стараться проводить каждый год. Торжественная часть началась с построения команд и поднятия государственного флага Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok Дышим футболом, живем футболом Хлак Российской Федерации поднять! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У нас сегодня спортивный праздник. Я хочу начать со слов благодарности организаторам турнира, нашим гостям из Санкт-Петербурга, которые организовали этот турнир. Название Кубок Единства говорит само за себя. Нам сегодня очень важно всем, чтобы у нас в нашем обществе было единство, не было никаких распроиспоров, а все начинается с порта. Поэтому я желаю сегодняшнему турниру успехов, вам дорогие спортсмены побед, проигравших здесь не будет, ну и всех с праздником. Мы искренне приветствуем вас сегодня на этом поле. Пускай еще не очень обустроено, пускай еще прохладно, но мы очень счастливы и рады, что сегодня есть старт этому турниру. Пускай это будет начало дальнейшего развития спорта в нашем районе и пускай будет много побед. И не будет огорчений, а будет радостная, счастливая впереди жизнь. Герман Семенович Зонин просил меня также передать вам, что в футболе кроме техники должно быть вот это слово единство. Без единства в команде побед быть не может. Я помню, как в последний раз, когда команда «Зенит», проиграв первый матч в Европейской Лиге, чемпионов, вышла на второй матч. И он сказал, умрите на поле, иначе не будет вам чести. И они умерли, они выиграли 2-1. Поэтому знайте, что на поле необходимо всегда бороться. Надо оставить честь своей команды, честь своего поселка и свою честь. Поздравляю вас с открытием первого, проведением первого кубка Германодойна Кубка Единства. И надеюсь, что вы проявите себя, покажете свои лучшие таланты, и мы сделаем этот кубок постоянным. Когда к нам позвонили, ну теперь я уже могу сказать, что друзья из Санкт-Петербурга, и предложили провести такой турнир, мы подумали, почему бы нет. И решили сразу с предложением выйти, что турнир должен быть именно ветеранский, среди ветеранов. Потому что для ветеранов это всегда, каждый турнир это праздник, а их становится меньше и меньше. А чтобы этот праздник сделать более зрелищным, еще и детский турнир, потому что тоже для детей это большой праздник. Но хочу сказать то, что сегодня, так сказать, просьбы сделать этот турнир ежегодным, традиционным, мы постараемся и сделаем это, чтобы он был традиционным. Всем участникам соревнований хочу пожелать честной, справедливой игры, без травм закончить сегодняшний турнир, ну и победы. После официальной части участники художественной самодеятельности района показали для гостей турнира небольшой концерт. Перед началом игр наши журналисты побеседовали с игроками команд «Чайка» и «Учитель» и узнали о том, как они готовились к турниру. Ваши впечатления о турнире и его организации? Ну, мы считаем, что такой турнир очень полезный, очень перспективный. Я думаю, что такие турниры надо проводить как можно чаще, и я думаю, они принесут большую пользу спорту и будут развивать здоровый образ жизни. Не только среди молодежи, но, я думаю, и среди ветеранов, которые будут видеть этот турнир. И в дальнейшем, я думаю, что спасибо Санкт-Петербургу, что он спонсирует, проводит такие турниры через знаменитых людей. Я думаю, что это будет очень большая популяризация среди всего населения Крыма. Как вы готовились к турниру? Ну, мы дома у себя, бегали, прыгали, готовились, конечно, играли, много играли. Поэтому я думаю, что команда готова сегодня показать хорошую игру. Ваши впечатления о турнире? Хорошая организация, мы довольны тем, что нас пригласили на турнир. У себя в районе мы проводим где-то 5-6 турниров в год для ветеранов футбола, 45 лет и старше. Как шла подготовка? Ну, вот через соревновательную практику. Наша команда – это участник республиканских соревнований, немножко возраст постарше, 45 лет и старше. Но мы участвуем в республиканских соревнованиях, это команда – учитель профсоюзной организации Красноперекопского района работников образования. Естественно, нам доводилось встречаться с «Чайкой», ботанической они у нас участвуют во всех турнирах, проводимых у нас в районе. Но мы надеемся, что хозяева будут самые сильные, так должно быть по традиции. Турниры должны выигрывать хозяева. Нужно сказать, что слова Николая Петровича оказались пророческими. Первое место среди команд ветеранов 40 лет и старше действительно выиграли хозяева – команда «Черноморец». На втором месте – команда «Учитель» из Красноперекопского района. Почетное третье место заняла команда «Чайка», представлявшая Раздольинский район. Лучшими игроками турнира стали Дмитрий Лилюк из команды «Черноморец», Олег Ричухин из команды «Чайка», Валерий Минаков из команды «Монтажник» и Петр Шершнев из команды «Учитель». Лучшим бомбардиром турнира был признан Анатолий Коник из команды «Монтажник». А сейчас вы видите вручение кубка за первое место. Напомним, победителем турнира стала команда «Черноморец». Мы поздравляем наших земляков с победой! Хочется отметить, что и организаторы турнира не остались без внимания. Они были награждены особым знаком Германа Зонина – доверие. Дорогие друзья, ну, видите, праздник получился хороший. Таких призов, конечно, мы не видели никогда, наверное, да? Планка поднята. Планка поднята, теперь нужно держать эту планку, конечно. Хочу спасибо сказать от всех, от нас, организаторам, еще раз передать самому главному, Герману Зонину. Большое спасибо от нас, организатор Виктор Роговский, это все привезет в Питер, в Санкт-Петербург и передаст это все. И, конечно же, нашим местным спортивным организаторам Артему Алексею, особенно Сыроежко Владимиру Дмитриевичу, Маслову Анатолию, ну, всем, кто был в этом задействован. И спасибо спортсменам, молодцы, что приехали, приняли участие. Крым, Россия, вместе!